Дай почитать. Познакомимся с томом личности полководца. В этот сборник вошли 12 биографических очерков, прекрасно иллюстрированных. На мелованной бумаге стиль повествования одновременно внушает доверие своей основательностью и в то же время отличается использованием интересных фактов и неоднозначных суждений. Здесь и командующая французскими войсками в Столетней войне Жанна Д'Арк, ее сподвижник Жильдере, Синяя Борода, английский государственный деятель и полководец Оливер Кромвель, русский инженер и генерал Абрам Ганнибал, правитель гуннов от силы, итальянский полководец и революционер Джузепе Гарибальди, четырежды герой Советского Союза, маршал Георгий Жуков. Некий шведский историк подсчитал, что якобы за последние пять или шесть тысяч лет на планете было только 235 дней без войны. К сожалению, человечество всегда воевало и продолжает воевать. Выигрывают войны патриоты, смельчаки и по-настоящему великие полководцы. И хоть утрачена подлинная могила Абрама Петровича Ганнибала, оставившего после себя множество загадок потомкам, в творчестве его гениального правнука Александра Сергеевича Пушкина он остался на века. Может, и мало в наследии Пушкина подлинной исторической правды о своем прадеде, но зато многопсихологической. Необычный человек неизбежно становится объектом повышенного и часто недоброжелательного внимания. Но если из толпы его выделяют еще и одаренность и сила духа, то чужак может стать предметом гордости для потомков и примером для подорожания. А вот история Жиле Дере, которого считают прообразом синей бороды трагичным, сюжет о коварном убийце существовал задолго до рождения самого Жиле Дере. И хотя в 1992 году во французском сенате трибунал признал его невиновным, до сих пор в замке Тифош экскурсантам демонстрирует комнату, где Жиле Дере якобы серийный убийца детей резал своих жертв. Вот такая неоднозначная история 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!